I have ways of blowing things up. I can't tell you what to do today. Good evening or good evening? You are alone? Gala will also come. After work. This is pretty empty. You are the first one. Is that not so? It is strange that you are talking about us. Хотя, obviously, кроме вас, здесь никто не работает. Я случайно нажал. Я просто мышкой кликаю. В принципе, да, но когда я на работе, то под нами имею в виду и себя, и кофейню. Ясно. Ладно, нужно заказать чего-нибудь. Что будете заказывать? Съесть кровь? Лично у меня есть, но тебе она не достанется, дружок. Извините, но здесь не... Да ладно, вы подумали, что я серьезно. Мне бы зеленого чая с имбирем. Только чтобы очень теплого и горького. Ну, зеленый чай. Имбирь. Имбирь. Теплый и горький. Двойной имбирь. Хорошо, без проблем. На самом деле имбирь выглядит немножко плохо на рисунке. Подать. Или даже подать. Ваш напиток? Ну-ка. Вкусно. Хорошо, что вы довольны. Кстати, если позволите, спрашивайте. Вы говорили, что здесь по работе? Да. На пару недель. Вы, в отличие от Галлы, не из медицины, так? Ни за что. Не могу представить, как занимаюсь чем-то настолько... Как же это правильно сказать? Кровавым. Настолько благородным. Настолько благородным. Да блин, ну серьезно. Врач, вампир. Ну ладно. У него заражение крови. Срочно нужно избавить его от этой крови. Ладно. Все хорошо. Угу. Ну то есть, вы занимаетесь чем-то, о чем мне лучше не спрашивать? Я не преступник. Если вы об этом. То есть, в самой работе нет ничего плохого. Ну и благородного вы никуда меньше, чем у рабочего в больнице. Чем вы тогда занимаетесь? Чувак, не знаю, по-моему, слишком многовато вопросов для бариста, нет? Угадайте. Много путешествуете? Более-менее. У вас есть знакомый бизнесмен. Ну так что, полагаю, вы либо и сами занимаетесь чем-то подобным, либо работаете в каком-нибудь инвестиционном агентстве. Какое же кривое слово? А, работал, но это в прошлом. А если вы про основателя того приложения, то мы просто общаемся. Но, кем же вы тогда работаете? Не, я всякое перепробовал. Рано или поздно бросаю профессию за профессией. Сейчас я модель. Погодите, а мы разве это не знали? День рождения, профессиональный. Вот, веган-вампир, профессиональная модель. Это же у нас было еще... Вот, второе появилось только что. Работая в агентстве заблудшие ангелы, уже не молод, но все еще в поисках истинного смысла жизни. Я уже не молод, деточка. Ой, какой ужас. Да, ну то есть, в первом же мы знали, что он модель. Немножко, по-моему, это не предусмотрено. Неожиданно, так ожиданно, друг. Но подходящая внешность. Так что, пожалуй, все логично. Хотите открою один секрет? Секрет вечной молодости. Не, чувак, не надо меня кусать, спасибо. Давайте... Вся эта реклама антивозрастных средств по уходу за кожей. Да ладно. Вампиры-модели. Мы красивые от природы. Наша кожа бледнее, чем у эльфов. И уши не такие острые и дурацкие, как у них. По сути, нас можно считать кучкой красивых, одушевленных манекенов. Одушевленных ли? Ну ладно. Кому еще рекламировать антивозрастные средства, как не тем, кто в принципе не стареет? Разве это не обман? Не простодушничать. Правда зависит от обстоятельств и того, с какого угла посмотреть. И реклама всего лишь умалчивает часть правды. Не доводилось думать об этом в таком ключе. Как давно вы работаете моделью? Недолго. Немногим более 30 лет. Ну, с точки зрения вампира, да, 30 лет это вообще ни о чем. Сейчас, погодите, ребят. Почему-то именно этот трек мне показался громким, я чуть-чуть тише сделал. Ого! Это Гала? Нам его так не хватало. А, нет, это Фрея. Добрый вечер. Можете... Можете, пожалуйста, потише? Ты с ней одна... А, можешь. Ну, это я говорю, поэтому я могу с ней на ты. Ты! Ты! Вот ты! Вот да, ты! Вот давай тише! Иди себя как воспитанный человек, если сможешь. Ладно тебе. Я всего лишь пытаюсь чуть-чуть оживить атмосферу. Вы же не против? Ну, теоретически, если учитывать, что вампиры это нежить и они мертвые, фраза оживить атмосферу мне кажется немножко неуместной. Не против. Почти уверен, что мы с вами уже виделись, когда я был здесь в прошлый раз. Разумеется. Я тут, можно сказать, засегдатый. Иначе бы так себя не вела. Эй! Да вы похожи в настроении. Какой-то особый повод? Неа. Я всегда такая... Не совсем. Что-либо чрезвычайно оживлен... Ты либо чрезвычайно оживленная, либо сверхподавленная. Третьего не дано. Хватит меня вставлять в плохом свете. В любом случае, что вы тут обсуждали? Кем работает Хайт? Кем вы работаете, уважаемый? Моделью. И причем уже 30 лет. Офигеть! 30 лет работать моделью! Так долго! Для меня нет. Нынешний связной между брендом одежды, с которым я сотрудничаю, и мной. Это дочь парня, с которым я работал, когда начинал свою модельную карьеру. А у меня, как правило, доходит до внуков. Как круто! Кстати, я Фрея. Очень приятно, Фрея. Как продвигаться дела с черновиком? Сносно. В данный момент я в тупике и жажду выпить чего-нибудь теплого. Приготовь мне чего-нибудь, пожалуйста, кофе. Не-е-е. Я пришла отдыхать. Блин, ты сколько вечеров сидишь, тут и кофе жрешь двойной и тройной, а тут что-нибудь сладкое и теплое. Ну, чтобы не кофе. На тебе шокопаудер. На тебе шокопаудер. На тебе молока. Стой, а может быть сладкое и теплое? Да. Давай чай с медом, слушай. Да, он теплый у нас. Давай мы туда медочка зафигачим. Вот, чай с двойным медом. Теплый и сладкий. Ну, наверное, так. Давай попробуем. Можно было бы, конечно, шоколада подать, но все-таки чай, я думаю. Теплый и сладкий напиток. Вкусно. Идеально в завершении дня. Хорошо, подошло. Отлично. Хорошо, что тебе нравится. Иначе тебе все равно пришлось бы заплатить. Ну, ладно. Так, вы писательница? А, я работаю в вечерней молве. Кстати, мы еще не читали сегодня вечернюю молву. Давайте так. У нас что-то где-то с Фрей. Ага. Как я прожигаю свою жизнь? Работаю журналисткой. Так я могу отчитывать, оттачивать навыки письма, обращаться с людьми. Общаться с людьми, за плечами которых большой опыт и получается все это деньги. Да, круто. Всем бы хорошо за свои хобби получать деньги, да, ребят? Лучшая работа. Лучшая работа в мире. Так, вечерняя молва. Давайте посмотрим, что там сегодня. Французский поцелуй. А, мы же можем листать. Воу-воу-воу-воу-воу. Начнется завтра. Это мы читали по пустому шоссе. Да, это мы читали. А, так я ничего не упустил. Получается, можем смерть за рулем. Блин, знаете в чем прикол? Пустое шоссе. Смерть за рулем. Французский поцелуй. Это не продолжение или случайно? Смерть либо сидит за рулем, либо у руля. Когда она выкидывает свои очередные проделки, все каналы и СМИ начинают трубить о них на каждом углу. Поэтому даже при всем желании остаться в неведении бывает довольно сложно. Чаще всего смерть, конечно, за рулем. Я осознала это... Это все-таки ты писала все это? Я осознала это по возвращении домой после долгого пребывания в Токио. Каждый божий день из-за ненадежного городского транспорта мне приходится добираться до работы на своем автомобиле. Со временем я стала замечать, что моя жизнь постоянно висит на волоске. Только не так, как это обычно бывает в каких-нибудь фильмах, где герой борется против невероятно сильного противника, а немного по-другому. Дело в том, что тут противник далеко не один. Мы все представляем друг для друга смертельную опасность. Пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, автомобилисты, любой участник дорожного движения является потенциальной угрозой. Смерть либо сидит у нас за рулем, готовая забрать чью-то жизнь, либо рядом на пассажирском сидении, готовая забрать нашу. Поняв это, я начала водить гораздо осторожнее. Представляю, будто я везу кого-нибудь из своих родителей. Мне абсолютно очевидно одно. Смерть не любит безрассудных водителей, и второго шанса от нее ждать не стоит. Да, и всегда пристегивайтесь, ребят. Вот честно вам говорю, всегда пристегивайтесь. Итак, французский поцелуй. Да, это Фрея... Ее зовут... Ее фамилия Фатима? Или это псевдонима? Фрея Фат... А почему здесь, кстати? Смотрите. Здесь на русском, здесь на русском, а здесь на английском или на французском. Ладно, это английский, скорее всего. А как насчет того, чтобы рассказать друг о друге о своих самых безумных поступках? Предложил ей парень, с которым она познакомилась через приложение. Не думаешь, что еще рано о таком спрашивать? Пробортировала про себя Акари. На первом-то часу первого свидания. Ты точно хочешь услышать мой ответ? Спросила она. Абсолютно. Думаю... Абсолютно. Думаю, ты так... Ты... А... Думаю, так мы немного растопим лед, а еще кое-что проверим. Что проверим? Совместимы ли мы и... И... Не подумай, что я паранойя какой-нибудь или просто идиот. Но если ты скажешь что-нибудь, типа, я тут недавно порубила одного парня в труху, или я к чертям собачьим задушила своего бывшего, то я тут же пойму, что нужно немедленно уматывать отсюда руки. Умывать отсюда руки. Ну, зато честно, подумала она с возвращающимся интересом. Может, хотя бы он... Раз я заикнулся, наверное, мне и начинать, предложил он. Я начну. Это скорее хобби, пускай странная, а не просто бредовая выходка, которую я буду вспоминать до конца своей жизни. Окей, заинтригован. Я целую кошек. Ну, не так уж и безумно. Я не про всякие чмоканья, как обычно бывает у хозяев и питомцев. Я про настоящий поцелуй с языком. Эээ... Штооо? Воскликнул он, не скрывая удивление. Скорее, не удивление, ну ладно. Ты что, никогда не пробовал? Ну, если не хочешь целоваться с котом, можешь с кошкой. Погоди-ка, то есть ты целуешь кошек в засос? Не совсем. Котов тоже целую. Он не проронил ни слова. Ничего удивительного, учитывая, что такие тайны на первом свидании обычно выдают немногие. Кому-то и не выдают и после. На самом деле, это приятнее, чем может показаться. Давай я расскажу про свой первый раз. Не надо. Мне моя психика дорога. Мне было 14. В этом возрасте у многих подростков появляются различные интересы, в том числе сексуальные. Но у меня не было парня, так что учиться целаться было просто не с кем. Хотя одна подходящая кандидатура у меня все же имелась. Ее звали Орен. Прекрасная рыжая кошка с сияющими глазами такого же цвета. Парень никак не отреагировал и Акари решил продолжить. Ее прелестные милые глаза заворожили меня. Я смотрела в них и не могла оторваться. Именно тогда меня посетила чудесная мысль. Я взяла мамину ярко-красную помаду и накрасила ей свои губы. И глядела, конечно, ужасно. Но, конечно, в тот момент я гордилась своим макияжем. Затем я, как ни в чем не бывало, взяла эту прелесть на руки и прижала ее к кошачью мордочку к своим губам. Она, конечно, дико перепугалась и тут же вырвалась из моих объятий. Но даже того мгновения хватило, чтобы во мне что-то щелкнуло. Трудно описать. Но это все равно, как если бы ребенок впервые прокатили на карусели. Хотя нет, скорее на американских горках. Собственно, после этого случая я и начал оттачивать свои навыки. Теперь мне даже бродячие кошки позволяют себе... Просто на секунду представьте себе эту картину, ребят. Акари закончила предаваться теплым воспоминаниям. К своему удивлению обнаружила, что молодой человек все еще сидел в кафе рядом с ним. В отличие от ее прошлых ухажеров, которые сбегали, стоило им прослушать ее рассказ. Ты что, совсем спятила? Пытаясь оторваться... Оправиться от услышанного, спросил он. Так ведь ты же попросил меня рассказать тебя о моем самом безумном поступке. Неужели после всего этого ты так и не проникся желанием попробовать так же? Ради всего святого, ни за что. Я собачник. Это встреча Фрей с кошкой. Вчера так повлияла на ее рассказы. Это просто... Это просто... Короче, ладно, забейте. Насчет собаки. Сейчас же придет еще Гала, скорее всего, да? Я вижу, как ты работаешь в вечернем алве. Пожалуйста, сотрите мне память. Еще пишу собственный роман. Звучит неплохо. И что это за роман? Трудно объяснить. Дождитесь, пока она его закончит. А, никаких спойлеров. Ну, если она его вообще закончит. Ага, тоже верно. А какой жанр? Повсевдавание. Повседневность. Значит, не фэнтези, не научная фантастика. Пока не решила. Думаю, обойдется без этого. Будет сложно не затеряться среди кучи подобных работ. Это так. Я наверняка добавлю туда что-нибудь необычное. Может быть, все будет происходить в мире, где не будет никого, кроме людей. Ну, это да, это очень странный мир. Слегка по-расистски. В этом и перипетия. Речь не о расовом превосходстве. Полагаю, даже мир, где будут существовать только одна раса, не обойдется без проблем. В нем все равно будут дискриминации, расизм. Откуда возьмется расизм, если там не будет других рас? Разные языки, национальности, мировоззрение или даже цвет кожи. Когда все вокруг одинаковое, начинают выделяться самые незначительные вещи. Возможно, разнообразие. Это как раз то, благодаря чему мы не обращаем внимания на эти вещи. Знаете, мне сейчас вот при всем этом почему-то вспомнилось путешествие Гулливера. Помните, страна великанов, страна лилипутов. Так вот, в стране лилипутов, помните, из-за чего шла война? Задумайтесь насчет того, из-за чего может начаться война. Ладно. Если коротко, то мы всегда найдем, за что ненавидеть других. Я вас в этом уверяю. На самом деле, не особо жизнеутверждающее. Эээ, это... Это вымысел. Ну, такой себе вымысел, очень правдивый. Для того и существует художественная литература, чтобы расписывать всякие «а что если?». На самом деле, довольно занятно. Когда ваша книга выйдет, я ее куплю. Прилечу сюда за автографом. О, спасибо. Гала. Может быть. Вообще ни разу. Луя. Всем привет. Добрый вечер, Луя. Привет. Как жизнь? Отлично, спасибо. Луя, знакомься. Хайт. Приятно познакомиться, Хайт. Хайт, это Луя. Привет. Сегодня одно? А, только совещание. Нужно было куда-нибудь деться от моих коллег. Так что я решил пойти сюда. А Бейлис придет? Неа. Он ведь фрилансер, забыл. Может делать все, что ему вздумается. Все в порядке? Если честно, мы не особо общались с того дня. Эх. Раз так, поправим дело чашечкой теплого напитка. Хорошая идея. Мое-то дело продать напиток. Поэтому у тебя все плохо. Напиток? Ты заболел? Напиток. Да, давай, хорошая идея. Я бы не противопить зеленого чая с молоком. А, еще одна ценительница, да? Зеленый чай с молоком? Что-то не так? Нет, все в порядке. Извините. Тогда налейте, пожалуйста, чашечку. На тебе зеленый чай. На тебе молоко двойное. Наверное, будет неплохо. Ваш зеленый чай. Спасибо. Не знаю, почему, но мне внезапно захотелось именно этот чай. От него будто на сердце становится легче. Называйте мне как угодно, но мне кажется, что напитки обладают силой соединять людские сердца. Не слишком ли много философии на чашку чая? Знать насчет Бейлиса? Он сюда не заходил? С того дня. Если заходил, то я не в курсе. Не заходил. Чувак, у тебя телефон прям... Ну, ты прям это... Мне стоит извиниться за то, что мы устроили. Об этом не волнуйтесь. О ком вы говорите? Бейлис? Мой парень. Возможно, уже бывший. Парни назад мы слегка повздорили по поводу. Эй, разве нормально, что он его так спрашивает? Это ты мне скажи. Ты сиборист, а не я. Эй, стертая тема. Я сукку, полный эльф. Значит, стандартный расслой вопрос. Пссс, старикан, прояви немного так-то. Чё? Я просто развиваю вашу беседу. Всё нормально. Бейлис и я по-разному смотрим на важность семьи. Семья — это близкие люди, которые, как правило, должны помогать. Но когда доходит до отношений с эльфом, они опасаются, что ко мне будут относиться как к деревенщине. А вот и Бейлис. А вот Бейлис, он из подчленной эльфийской семьи. Временами они бывают себе на уме, понимаю. Но по какой-то причине он не ценил то, что имел. Меня не удивляет, что его родные не одобряют наши отношения. Что не похоже на большинство моих знакомых суккубов. Как ваш парень собирается решать эту проблему? Он сказал, что нам следует оставить всё как было. Как было на протяжении всех десяти лет отношений между нами. Вы уже десять лет встречаетесь? Я понимаю, что вы не люди, но блин. Ну как-то блин. То есть вы встречаетесь друг с другом уже десять лет? И он утверждает, что вам не нужно ничего менять? В смысле, вы десять лет встречаетесь? Без чего-либо одобрения, так? Ну, так. Но мне хочется, чтобы наши отношения развивались. Я хочу завести семью. Он отказался от женитьбы? Нет, даже наоборот. Он хотел на мне жениться. Так это в чём проблема? Всё не так просто. Его семья от него откажется? Да. Он хочет на вас жениться. Пусть даже ему придётся отказаться от своей семьи? Да. Значит, проблема решена. С чего вам так беспокоиться о том, что по этому поводу будет думать его родня или ваша? Просто возьмите и жениться. Заведите собственную семью. Всё не так просто. Я не хочу нести ответственность. Если когда-нибудь в будущем он вдруг пожалеет о своём решении. Отказаться от родных это не решение проблемы. Что если женитьба на мне ошибка? Что если он пожалеет о том, что ушёл от родных? Я не могу взять на себя такую ответственность. Я не могу ему позволить принести такую жертву. Луя! А вы вообще думали о возможных рисках, когда начинали с ним встречаться? Ну да. Нет. Может. Чуть-чуть. Мы не знали, что всё зайдёт так далеко. Из того, что я понял, проблема в вас. Ваша жадность не знает границ. И его, и одобрение родных. Если вам хочется примирения раз, можете с таким же успехом попросить мира во всём мире. Старикан, замолчи. Луя, если позволишь. Ты хочешь выйти замуж за Бейлиса? Конечно, люблю. И всё же я не могу ему позволить бросить свою семью. Это эгоистично. Ведь я не смогу сделать то же самое для него. Я очень люблю свою семью, как бы тихо с ними не было. Ну что ж. Дело непростое. Получается, вы вынуждаете своего парня жить так же, как живёте вы. Принцип свой своему поневоле друг здесь не работает. Вы... А, не все семьи достойны того, чтобы за них боролись. Могу подтвердить. Некоторые достойны. Но не его. Ты хоть раз виделась с его роднёй? Нет. Они каждый раз отказывались. А он пробовал тебя с ними познакомить? Пробовал. Нельзя иметь всё и сразу. Мы не в сказке. Внезапно не появится какой-нибудь фея и не исполнит все желания. Жизнь так не работает. Приходится рисковать, чем-то жертвовать. И вам выбирать, какой вариант лучше. Блин, тут прям встреча семейного психолога. Простая истина. Ну и получается, я... Прошу прощения, мне нужно идти. Мне хочется быть той, кто вечно убегает. Но спасибо за совет. Береги себя. Ну и хорошо. Пока. Пришла попить чайочку. Тут такую лекцию впихнули в голову. Ай. Да. Да, просто. Старика. Можно было и полегче. Ну, наверное, да. Хотя, с другой стороны, он уже прав. Ну уж согласен со мной, верно. Ну... Не обязательно нужно было говорить именно так. И вообще, ты чего здесь? Не пытаешься поссорить? Поссориться со всеми вокруг? Я жду друга. Вот, кстати, наверное, все-таки он. Третья попытка. Да, это он. Всем добрый вечер. Привет, Гала. Как дела, Фре? Нормально. Только вот твой друг задира, каких поискать. Что на этот раз? Хайд. Я констатировал факты. Ох. В грубой форме? Нет, не в грубой форме. Он прав, на самом деле. Человек, нуждающийся в совете. Но не в таком виде. Дайте я сначала что-нибудь закажу. А потом вы мне расскажете, что произошло. И так, что будете заказывать? Помнишь, мое лекарство от приступов гнева? Я о нем говорил пару дней назад. То, что с имбирием и кофеином? Да. Можно мне... Можешь мне выяснить, как его приготовить? Конечно, может мне смешать чай с имбирем? Да. Чай, имбирь и... Не верен, какой последний ингредиент. И кофе, прикинь. Ладно, попробую разные варианты. Ты поймешь, когда найдешь нужную, верную комбинацию. А... Чай, имбирь... Ну, лимона давай, она придаст горькости. Давай попробуем так. Я не могу вот на чашку закинуть и чай, и кофе. Прикиньте. Ну-ка. Сдсет. Ачивка. Странно. Мне за этот напиток ачивка приехала. Луя. А что я люблю? Люблю прекрасный яркий свет луны и верю в жизнь без места для войны. Обожаю искусство и поэзию. Раз, два, три, четыре, пять, с детства с рифмой я дружу. Работаю с девяти утра до пяти вечера в торговой компании. По выходным хожу на поэтические вечера. Посещаю музеи. Околдована запретной любовью. Ну, как бы, да. Хорошо. Я абсолютно уверен, что это не то. Давайте я приготовлю другой напиток. Не стоит. Мне больше интересно послушать их рассказ. То есть, погодите, мне дали ачивку, но... Блин, может, надо было двойной чай или двойной имбирь? Ладно, посмотрим. Надеюсь, у меня будет еще шанс. Так что здесь произошло? Из-за нее рассказчик получишь, чем из меня. Ладно, в общем, началось с того... Бла-бла-бла. И на этом все. Так. Хайт. Хайт. Ты, как всегда, да? Ох, так вы теперь оба будете осуждать меня за честность? Кстати, в том-то и дело, да, вот он прав. Знаешь, честность, это хорошо и всякое такое. Только, короче, попробуй не вести себя как муд... Ну, он не ведет себя как мудак. Я не знаю, с чего они на него взъелись. Прислушайся к ней. Хайт. Она делает, говорит. Хоть ты перестань. Признаться, ты слегка удивил меня. Как правило, ты избегаешь подумать и разговоров. Ты хорошо меня знаешь. Мы не первый год дружим. Да, конечно. Не знаю, как я ввязался в этот разговор. Видно все из-за здешней атмосферы. Понимаю. У этого места какие-то свои особые чары. Так себе чары, если судить по реакции некоторых. Может, ты и прав. Но для выражения своих мыслей существует выражение помягче. Ладно, мне пора. Так рано? Уже за полночь. А где время пос... Минуточку, я на телефоне могу время, может быть, посмотреть? Почему у меня на телефоне времени нету? Вот серьезно. При загрузке мне показывало время. Может, я что-то не... А, может... Здесь? Нет. И тут время не указано. Немножко странно. Ладно. Пора поспать. Береги себя, Фрея. Крепких снов. Увидимся. Ай. И? Чего ты так на меня смотришь? Ничего. Ты позвал меня сюда, чтобы поговорить о чем? Просто скучно было. И не нашлось способ проще и надежнее вытащить тебя сюда. В самом деле? Мне казалось, ты вдоль наговорился. Когда болтал с Фреей. Ну, это и вправду было что-то с чем-то. Ты обронил, что мы дружим уже не первый год? Ну да, а что? Ты когда-нибудь задумался о том, как бы мы жили, если бы не встретили друг с другом? Ты о чем? Не забудьте. Уже поздно. Мне пора. А? Ладно, ладушки. Благодарю за вечер. Взаимно. Пока. Чувак пришел. Попил чайочку. Что это сейчас было? Вы его знаете лучше, чем я. О. Может еще напиток в завершении дня? А, может еще напиток в завершении дня? Ха. Давай. То есть я могу сейчас приготовить что-то. Имбирный латте. Теплый дает имбирный латте. Что-то. Дает заряд энергии. Идеальный выбор в холодный вечер. Так, как обычно. Сейчас читаем заголовочек и будем на этом, наверное, заканчивать. Любая клавиша. Страны Атлантики просят жителей суши помогать, а не загрязнять взгляд. Кто в сельде сторожит сторожей? Исследование показало, что коты лучшие существа на земле. Какой? Нафиг за... Нужно было исследование? Все знают, что коты это лучшие существа на земле. Все. Ладно, ребятушки. Будем тогда на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok